Вопросы по летнему отдыху детей и поступлению в ВУЗы можно будет задать в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийске. Консультации пройдут с 31 мая по 4 июня с полудня до 18.00 на Комсомольской, 39. Подобные мероприятия в рамках недели приемов для родителей по вопросам материнства и детства, организованной «Единой России», состоятся во всех муниципалитетах Югры. Граждане смогут узнать о новых мерах социальной поддержки семей, о том, как получить кэшбэк за путевки в оздоровительные лагеря и так далее. На вопрос ответят депутаты всех уровней, представители сфер образования, социальной защиты, уполномоченные по правам ребенка в Югре. Приемы будут проводиться в очном и дистанционном форматах. В Югре введут меры, чтобы обезопасить детей в летние каникулы. Такое поручение дала губернатор округа Наталья Комарова на региональном оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Глава региона обратила внимание мэров, правоохранителей, родителей и прочих заинтересованных на особенности предстоящего периода. Многие дети еще не выехали в лагеря для отдыха и оздоровления. А кто-то вообще остается дома. При этом родители работают, а не дома, как это было в лето прошлого года. Дети предоставлены сами себе, если они не организованы. Именно поэтому я обращаю особенное внимание и требую принятия специальных мер, учитывающих это обстоятельство. Ответственные за выполнение этого поручения села заместитель губернатора и руководитель муниципальных образований. В детских садах Югры продолжаются выпускные. Череда праздников продлится до конца мая. Что же касается школ, последние звонки услышали более 50 тысяч выпускников и их родителей. По информации регионального оперштаба, во время торжественных линеек соблюдались все защитные протоколы. Были усилены пункты охраны. А родителей на праздники допускали только с ПЦР-тестами или справками о пройденной вакцинации. По традиции, последние звонки сменились в государственной итоговой аттестации. Для девятиклассников она стартовала 24 мая. Для 11 классов начнется с 31 мая. На сегодняшний момент для организации государственной итоговой аттестации ГИА-9, куда входит ОГЭ и ГВР-9, на территории автономного округа, открыто 192 пункта проведения экзаменов. Из них 20 на дому. Всего 19 250 человек примут участие по этому виду аттестации. Для проведения государственной итоговой аттестации ГИА и ГВР-11 открыто 135 пунктов проведения экзаменов. Из них 11 на дому. Всего примут участие 11 632 человека. Сургутская городская поликлиника по выходным отправляет мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в дачные поселки. Специально под эти цели переоборудовали автобус ПАЗ. Мобильная бригада состоит из врачей и медицинской сестры. Имеется все необходимое оборудование, включая расходные материалы. Больница заранее информирует руководство дачных поселков. Медики уже побывали в Прибрежном и в Приозере. За выходные здесь вакцинировали более 20 человек. График работы мобильной бригады расписан на месяц вперед. Так что дачники смогут сделать прививки, не выезжая в город. Муниципалитеты Югры приглашают к участию во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных, исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. В этот раз специальная комиссия отберет 160 заявок. В прежние годы выбирали 80. Премиальный фонд конкурса также увеличен в два раза. Общая сумма грантов составит до 10 миллиардов рублей. В прошлом году в финал конкурса вышли четыре проекта из Югры. Это парк в Нягоне, набережная в Кагалыме-Урае и благоустройство озера Молодежное в Покачах. До конца 2024 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды по всей России планируют реализовать не менее 480 проектов победителей конкурса. В Белоярском районе практически четверть трудоспособного населения занято в малом бизнесе в день российского предпринимательства. Здесь обсудили их поддержку. В пандемийный год в Белоярском районе сумму помощи бизнеса увеличили в два раза. Это помогло сохранить более 200 рабочих мест и дополнительно создать 45. Благодаря этому с начала года в районе в два раза сократилась безработица. Предпринимателям оказывают как финансовую, так и консультационную помощь. Также округ предоставляет бизнесу грантовую поддержку. В этом смысле одним из успешных примеров является Белоярский центр «Лого плюс», который занимается реабилитацией детей. В общей сложности центр получил более 14 миллионов грантов различного уровня. Ежедневно здесь занимаются 40 детей. Причем не только из Югры. Реабилитационный центр включили в реестр оказания социальных услуг жителям Ямала-Ненецкого автономного округа в планах приглашать на реабилитацию детей из Тюменской области. Сейчас идут переговоры. Кроме того, я хочу обратить внимание еще на развитие все-таки инициативного бюджетирования для задач поддержки предпринимательства. И вот здесь опыт «Лого плюс» показывает, что они предоставляют социальные услуги, как НКО, и за счет поддержки по линии инициативного бюджетирования обустраивают территорию. Для того, чтобы сделать более привлекательным процесс оказания услуг, привлечь дополнительно людей, создать вот эту вот точку притяжения. Елена Шумакова также напомнила, что главная цель грантовой поддержки – это обеспечить самозанятость людей. Так, в текущем году существенно расширен фонд грант-губернатора. За счет эффективного развития региональной системы грантовой поддержки удалось привлечь федеральное софинансирование конкурса на предоставление грантов губернатора в Югре. Таким образом, общий фонд грантовой поддержки превысит 200 миллионов рублей. В рамках недели предпринимательства, приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства, глава Нягони Иван Ямашев принял участие в традиционном пресс-туре. Вместе с представителями администрации города, торгово-промышленной палаты и средств массовой информации посетили предприниматели, открывших свое дело на территории муниципалитета в период пандемии. Первым объектом пресс-тура стал семейный ресторан, открывшийся в Нягоне по мировой франшизе. Ранее пиццерия располагалась в небольшом помещении, а недавно переехала в здание в центре города. Здесь создано 45 рабочих мест. Услуги общепита нягонцами сегодня востребованы. Я работаю в Хантамансийске, работаю в Югорске где-то 5 лет, где-то 3 года, где-то 7 лет. Вы больше всего уделяете внимание, это очень приятно. Это очень классно, что вы такие активные, движущные. Это круто. Это франшиза. И легко, и сложно, как бы везде по-разному, как бы Нягонь радует своей покупательской способностью. Вы начали свою нишу, в том числе и с выездной торговли. То есть, можно сказать, сам заказываю у вас пиццу, когда не успеваем что-то дома приготовить. И также отметить качество и скорость доставки. Также делегация посетила косметологическую школу-студию, которая была открыта в марте 2020 года. Здесь осуществляются не только процедуры красоты, но предоставляют возможность освоить профессию мастера перманентного макияжа или пройти повышение квалификации. Девочки даже с деревни приезжают, у них там нехватка информации. И я эту информацию даю. Я просто еду много со временем, постоянно везде езжу. А просто, мне кажется, мой опыт, мое медицинское образование, и поэтому доверенное на клиента. Сами специалисты школы-студии принимают активное участие во всевозможных мероприятиях и стремятся лидировать в этой сфере услуг. К слову, в Нягоне по официальной статистике функционируют 18 косметологических кабинетов. А вот предприятий, оказывающих услуги в сфере спорта и развлечений, в городе больше – три десятка. Открытие этого современного тренажерного зала пришлось в разгар пандемии. Развивать бизнес было непросто, но оказалось по силам. Сегодня непростой период, благополучно пережит. Уже стало легче. Конечно, в прошлом году, я думал, что мы не выплывем из-за пандемии, но когда все-таки сняли запреты с 18 августа, у нас уже все пошло в горы. У вас здесь аренда, да? Да, у нас здесь аренда, достаточно недешевая. Но, я думаю, она стоит того. Зал оснащен эксклюзивными тренажерами и детской комнатой. В клубе применяются программы тренировок, которые сопровождаются тренерами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Нягонь – это территория, где развивается малый и средний бизнес. Сегодня 50% экономически активного населения города работают на предприятиях малого и среднего бизнеса. И, конечно, нам важно сегодня помогать нашему предпринимательскому сообществу. В такой непростой период, период пандемии, и те меры, которые были введены, позволили не только сохранить бизнес, но и открыть новые организации. В завершении пресс-тура делегация посетила предпринимателя, достигшего определенных успехов в изготовлении мебели и предметов интерьера из ротанга. Новая для города бизнес-услуга, по оценкам специалистов, сегодня весьма перспективна. От этого пресс-тура у меня очень хорошее впечатление, даже несмотря на тяжелый год для предпринимателей, связанный с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. Мы сегодня убедились, что каждый бизнес индивидуален, что есть возможности для развития, для открытия новых производств, для создания новых рабочих мест. Это вселяет надежду на то, что предпринимательство действительно у нас в городе развивается, является той движущей силой, чтобы наш город становился красивее, богаче. Сегодня в Нягоне создаются максимально благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. С каждым годом повышается качество и увеличивается разнообразие услуг. В конечном итоге преимущества от подобного взаимодействия бизнеса и городских властей ощущают на себе сами предприниматели и, самое главное, потребители. Татьяна Беховец, Александр Агеев, Нягонский телеканал, специально для телеканала «Югра». Центр притяжения для добровольцев «Добродом» откроется до конца года в Нижневартовске. Он станет площадкой для общения представителей волонтерских сообществ города. Сегодня в столице самотвора добровольческое движение объединяет несколько тысяч человек. Они участвуют в общегородских мероприятиях, экологических и просветительских акциях. В период пандемии добровольцы консультировали горожан по телефону, оказывали моральную и материальную поддержку. Изготавливали средства защиты и помогали в решении бытовых вопросов, а также доставляли медикаменты и продукты питания сотням вортовчан. На базе ресурсного центра будут проводить обучающие семинары и тренинги как для самих волонтеров, так и горожан. Например, планируют рассказывать вортовчанам о раздельном сборе мусора. Бережно хранить память о подвигах тех, кто сражался за свободу нашей страны – это обязанность ныне живущих. Памятное место в Пытьяхе, мемориальный комплекс, монумент памяти и славы в пятом микрорайоне в этом году ждет глобальная реконструкция. Работы на объекте уже идут с опережением графика. К внешнему облику одного из самых значительных мемориалов в нашем городе уже давно много вопросов. В этом году памятное место преобразят в полном объеме. Заменят плитку на дорожках, установят бордюры, облагородят территорию и приведут в надлежащий вид курган, памятник воинам-освободителям и вечный огонь. Техники, которые установлены, они будут переставлены, демонтированы вот здесь, на центральной аллее, монумента вечного огня. При вот этих работах предусмотрена облицовка гранитом, у нас памятника солдату-воину-освободителю, плюс демонтаж вечного огня с его понижением уровня. Вот новая звезда, новая горелка. Ну то есть будет произведение работы, чтобы дать возможность, ну как минимум лет 10 этому объекту работать без дополнительных каких-то ремонтных работ. Контракт на воплощение грандиозных планов был заключен еще в прошлом году на сумму почти 16,5 миллионов рублей. Деньги для масштабной реконструкции выделило общество с ограниченной ответственностью РН «Юганскнефтегаз». Конкурс на проведение работ выиграл местный подрядчик. Около 60% необходимого оборудования и качественных материалов уже в наличии. Работы производят строительные компании «Волфрам». Работы начаты. На сегодняшний день приобретено три вагона клинкерной плитки, которая будет здесь располагаться взамен вот данного демонтированного покрытия. Работы будут по графику у нас до октября месяца. Дополнительно проверят, заменят сломанные и установят новые опоры освещения. Поставят скамейки и урны, высадят зеленые ограждения. А памятники планируется оборудовать ночной подсветкой, чтобы мемориальный комплекс стал достойным объектом городского пространства. Гуля Елистратова, Алексей Рудич, телекомпания «Пытьях.Информ» специально для телеканала «Югра». Чем Когалым отличается от других городов мира, в чем его уникальность и как его позиционировать сегодня? На все эти вопросы призвано ответить бренд муниципалитета. А каким именно он будет, сегодня обсуждали участники стратегической сессии. Все, кто у нас бывает, они говорят, что ваш город как маленькая Европа. Поэтому он довольно-таки уже узнаваемый. Давайте сделаем его еще более узнаваемым. А нужен ли вообще Когалым и собственный бренд? Ответить на этот вопрос собравшимся помогал приглашенный эксперт Василий Дубяковский. Он побывал во всех 85 регионах России, а у нас в гостях впервые. Житель Калуги приятно удивлен. Удивительное для России отсутствие визуального шума, по крайней мере, на центральных улицах. И это смотрится, в общем, как-то достаточно гармонично, на мой взгляд. То есть не то, что, знаете, все плохо, а тут мы, значит, поставили эльфиревую башню, и теперь стартово великое будущее. Чтобы когалымчанам было проще разобраться в вопросе брендирования, эксперт познакомил собравшихся с уже реализованными практиками, которые показали свою, в том числе и инвестиционную привлекательность. Тема брендинга такая по-прежнему модная, трендовая. И здесь важно как бы не наломать дров, не спешить, а обстоятельно подойти. Вообще любое привлечение средств в город начинается с того, что люди знают, что этот город существует. То есть не может приехать ни инвестор, ни турист. Пока человек не знает о том, что город существует. По итогам стратегической сессии уже в ближайшее время инициативная группа начнет работать над проектом бренда «Когалыма». Специалисты создадут логотип, разработают сувенирную продукцию. Это будет все вместе такой симбиоз, синтез традиционных, современных, то, что у нас строятся такие объекты. И все это будет очень грамотно сплетено в одно, в единое целое. Юлиана Сотник, Евгений Скляров. Специально для новостей. С начала пожаропастого сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров. Четыре из них действуют в настоящее время. В Белаярском районе на сегодняшний день возгорание не зарегистрировано, но местные огнеборцы готовы к борьбе со стихией. В районе совхозных полей прошла воздушная тренировка парашютистов Белаярского и Березовского фериалов авиалесоохраны. С высоты тысяча метров каждый лесной пожарный совершил по два прыжка с борта самолета Ан-2. Самое главное – это выход из самолета, отрабатывание в воздухе, разбиваемся по высотам. Если выходим по двое или по трое, разбиваемся по высотам, отрабатываем на высоте. И самое главное – это при приземлении на площадку отработать. Валерий Кондин – один из трех инструкторов парашютно-пожарной группы. Огнеборцы, совершив по одному прыжку, самостоятельно укладывают парашюты, готовясь ко второму. А он проверяет, насколько правильно они это делают. Это вопрос безопасности. На учениях оценивалась в том числе точность приземления пожарных на площадку, обозначенную на поле большим белым крестом. Главное – ветер почувствовать, куда дует ветер, и все, работать по направлению ветра. В воздушных тренировках участвовали 15 парашютистов Белаярского филиала службы авиалесоохраны. Среди них и новички, как, например, Александр Семяшкин, так и опытные лесные пожарные. Один из них – Сергей Шиян. У него уже около 400 прыжков с парашютом. В авиалесоохране он более 20 лет. Тушил пожары разной степени сложности. В Белаярском на Трехозерке сильный был пожар, тоже очень хорошо горело. Тоже пришлось через огонь бежать. А так, главное не паниковать. Чего бояться? Огонь, он и есть огонь. Не такой уж он страшный, если так посудить. Погода благоприятствовала учением. Тренировки завершились успешно. В настоящее время лесных пожаров в Белаярском районе не было. Но очаги возгорания сухой травы регистрировали в районе Полновата и Паштор. По данным проводимого космомониторинга, население нашего района за этот месяц испепелило сухостой почти на 100 гектарах земли. Огнеборцы напоминают, что отжиг сухой травы повышает вероятность возникновения лесных пожаров. Установлены лица, причастные к вандальным действиям в парке Рябиновый. Умышленное повреждение городских объектов в апреле возмутила общественность. Расследование взял на контроль глава города. Сегодня в отношении четырех подростков решается вопрос о мере наказания. Правоохранительные структуры предупреждают, что подобные деяния никому не сойдут с рук. Управлением проведен ряд мероприятий. В пределах компетенции установлены четыре лица в настоящее время, информация которых в установленном порядке была направлена в МВД России по городу Ниагань для проведения проверки. Результатом проверки виновные их родители, законные представители, так как там несовершеннолетние, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Администрация города Ниагань со своей стороны предъявит исковые требования к виновным лицам по возмещению причиненного имущественного вреда администрации города. Воруют, рисуют и демонтируют. Продолжатели вандальных традиций кто во что гораст. Стремятся всюду внести свою сомнительную лепту. По словам коммунальщиков, умышленное или случайное повреждение уличных объектов действительно уже становится печальной традицией. Да простят меня сотрудники УГХ, но ведь интересно же, как у некоторых это получается. Некоторым людям ни двери, ни стены, ни заборы, ни помеха. Они просто ходят там, где им нравится. Вот еще один незапланированный вход в сквер Рябиновый. Хотя и трех существующих, по-моему, было вполне достаточно. Если мы будем делать дыры там, где нам хочется, то в принципе и забор не нужен. А забор, тем не менее, наша безопасность. Еженедельно очищаются от загадочных изображений малые архитектурные формы и ремонтируются детские площадки. Причем уличные художники от слова «худа» творят уже не абы чем. В ответ на изощренность вандалов коммунальщикам самим приходится становиться граффитистами. Очень много фактов это надписи. Надписи и на теплопунктах, и на подстанциях, на скамьях. То есть везде, где можно, наносится такая краска, которая даже не очищается средствами на основе кислот. И нам пришлось силами, своими силами отдела благоустройства. У нас мальчики ездили, и с помощью баллончика с краской мы закрашивали эти надписи. У нас еще украли пять столбиков ограждающих на парковочные места. Один столбик стоит более 12 тысяч. И выявлен факт, что подросток просто вывернул камеру. Сегодня у нас выполнена работа полностью по ремонту всех камер. На территории сквера 12 камер, которые смотрят во все стороны. То есть ни один факт сейчас вандализма не останется незамеченным. Всего ущерб от повреждения уличных конструкций только за весенний период составил более 100 тысяч рублей. Чтобы вернуть даже небольшой детали первозданный вид, цена вопроса в несколько тысяч рублей. Причем пока происходит ремонт, зачистка надписей и очередное расследование, параллельно продолжают выноситься целые секции заборов. И появляются новые шедевры на скальной живописи. Вот такие автографы в городе можно встретить буквально на каждом шагу. Вопрос только в том, что это и для кого это. Ведь кто-то явно пытался что-то вложить в эти каракули. И если хочется изменить облик серых городских объектов, можно сделать это иначе, согласованно и более живописно. И за это еще и скажут спасибо. Елена Гаврилова, Александр Кузнецов, Негонский телеканал. Специально для телеканала Югра. Нефтьюганск присоединился ко всероссийской акции «Уроки в парках» по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Задача привлечь как можно больше жителей к здоровому образу жизни и познакомить с новыми и зрелищными видами спорта. В Нефтьюганске мастер-классы прошли на площадках 14 микрорайона. Их организаторами стали региональная федерация акробатического рок-н-ролла и жемчужина Югры. Акробатические рок-н-роллы буги-вуги – молодые, но активно развивающиеся виды спорта. Причем Нефтьюганск по этим направлениям – лидер в округе. Соня и Никита начали тренироваться год назад и влюбились в веселые и зажигательные танцы. Вот, допустим, мне нравится этот вид спорта. Я его сам выбирал. И продолжаю им заниматься. Наверное, буду заниматься им очень долго. Тут можно сделать всякие упражнения, движения. Тут можно даже летать. Акция «У руки в парках» по всем городам России проходит уже третий раз. В Нефтьюганске жители реагируют очень заинтересованно. Дети с удовольствием участвуют и легко осваивают азы. Спрос есть. Детей от трех лет именно очень много. Хотелось бы, конечно, чтобы и старшее население приходилось и занималось. Наша пара взрослая, Александра Ломовцева и Павел Детало, заняли в первом месте и стали победителем. Поэтому почин есть, начало есть. Идем дальше. Екатерина Артамонова – одна из немногих взрослых, кто не постеснялся присоединиться к мастер-классу. Акробатическим рок-н-роллом у нее занимается дочь. Сама Екатерина тоже планирует прийти в спортзал. Да не одна, а с мужем. Ведь этот вид спорта дает право выбора. Можно танцевать одному, в группе или в паре. Меня сподвигло, во-первых, поддержать своего ребенка, побывать с ним вместе. Во-вторых, попробовать, что это такое. Потому что нас давно тренер приглашает заниматься взрослых. Мы об этом задумываемся, но нас что-то вот сдерживает. Большое преимущество буги-воги и рок-н-ролла в том, что здесь практически нет ограничений по возрасту и физической подготовке. В группе Ольги Маматхановой самой старшей спортсменке 70 лет. И она вполне комфортно себя чувствует. Мы любим цирк, потому что там трюки. Мы любим гимнастику, потому что там пластика. Вот акробатический рок-н-ролл, он сочетает в себе и цирк, и пластику, и грацию. И он доступен для многих, потому что, если, например, в художественной гимнастике может себя реализовать не каждый, в той же акробатике может себя реализовать не каждый, то здесь практически все находят себя. Организаторы обещают, что обучение на свежем воздухе будет продолжаться до осени. Также на спортивных площадках 14-го микрорайона и на стадионе «Нефтяник». Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова